Повторение работы на дистанции Если коротко, резюме Самые главные моменты эйперные Первое Мы всегда попадаем в итоге В конечную точку Которая у нас была при стационарной самоработе Когда мы добивали боек в отбойник При любом типе перемещений Конечное наше положение В которое мы должны попасть Это передняя нога по срезу макевары И рука достает в отбойник Вот это главное Потому что частый вопрос На какое расстояние При разных типах перемещения встать Как это померить Сколько стоек должно быть до макевары Чтобы попасть Не важно Будете вы делать подшагивание Зашагивание Выпад или подтаскивание Все зависит от длины Этих перемещений Главное, чтобы в конечном итоге Было попадание В ту конечную точку Где стойка будет такая Как я только что уже проговорил То есть нога передняя по срезу макевары Кулак упирается в отбойник Последовательность В которой мы тренируем Лучшая последовательность Потому что можно в любой работать Но лучшая последовательность Именно такая Потому что в ней Каждый последующий прием Вытекает из предыдущего Имеется прием перемещения То есть первый прием перемещения Это выпад Вот базовая стойка Это то конечное положение В которое мы должны были попасть Выпад Выпад делается каким образом? Мы увеличиваем расстояние За счет подтаскивания Передней ноги к себе Вот мы стали Макевары дальше стоять Задняя нога у нас Во время выпада Никуда не сдвинется С места Значит Если мы принимаем Это положение для выпада Мы заднюю ногу Сдвигать никуда не должны Мы должны просто Встали Конечное положение Приняли И подтянули ногу Насколько мы ее подтянем Это как нам Как Бог на душу положит Сколько захотим Причем надо на самом деле Делать по разному Может быть на начальном этапе На одно и то же расстояние Но потом На разное Потому что в жизни Оно и будет разное Может у тебя нога будет Около ноги стоять Вот они прямо рядом Вообще на одном уровне И ты делаешь отсюда выпад Может Ты рядом совсем стоишь И делаешь выпад Очень маленький Вот такой Пам И все Может от середины расстояния Ты будешь выпад делать Так он получится Это уже не важно Главное что Вот исходное положение Вот это конечное положение Задняя нога стоит на длине Самой стойки То есть мы только передней ногой Работаем Все Это первая часть Выпад с передней ноги Следующий вариант Это подтаскивание задней ноги Вариант особенный Из всех предыдущих Но это отличается Чем отличается Самым самым важным Что у нас При этом При этом типе перемещения Передняя нога Не будет Стоять по срезу макевары Это единственный Исключительный способ Ну и третий Тоже такой же будет Потому что мы там Сзади ногу подтаскиваем Когда мы переднюю ногу На срез макевары Не ставим Почему? Потому что сокращение Дистанции Мы производим Не тем Что передней ногой Сним двигаемся А подтаскиваем Центр тяжести На переднюю ногу То есть Что происходит? Смотри Вот я стоял Доставал до макевары Я стал дальше Вот я не достаю Потому что у меня Центр тяжести Находится проекцией Вот здесь Ну между ног Но если я поставлю Свою заднюю ногу Вот сюда Где у меня центр тяжести То у меня центр тяжести Переместится снова Между ног Но так как у меня Между ног Меньше расстояние То центр тяжести Переместится Вперед То есть вот Где мой центр тяжести Вот он И переднюю ногу Я не смещаю Но до макевары Я уже достаю Потому что я перемещаю в центр тяжести. Это исключительный вариант, то есть, когда мы не делаем длинный выпад передней ногой до среза макевары. Поэтому мы выбираем тут дистанцию немножко побольше, чем при выпаде. То есть, если мы при выпаде стояли на длине стойки, вот, была длина стойки, то здесь надо стать еще немножко дальше, потому что мы будем подтаскивать заднюю ногу. Получается, что мы именно способы-то прорабатываем как? По мере удаления от макевары. То есть, выпад мы работаем. Эта дистанция поменьше. Меньше дистанция. Потом мы тут увеличиваем ее. Это мы за счет подтаскивания делаем. Потом третий тип. Еще больше дистанция, потому что у нас здесь будет уже сочетаться и подтаскивание, и выпад. Значит, мы можем встать на дистанцию такую, как сумма этих двух расстояний. То есть, вот мы будем делать и подтаскивание задней ноги, сокращать эту дистанцию, и выпадать. То есть, мы встаем еще дальше. Поэтому мы делаем выпад и подтаскивание. Это третий тип. То есть, вы видите, что у нас нарастает все больше расстояние. Они так и разучиваются все по мере нарастания, удаления от макевары. Вот. И к тому же, они, видишь, один вытекает из другого. То есть, первый был выпад, да? Второй был подтаскивание, а третий выпад и подтаскивание. То есть, одно без другого не работает. Нельзя прямо третий начать сразу работать, не выучив первые два. Дальше идет четвертый вариант. Это подшагивание. Здесь очень сильно варьируются самые границы, на которые мы можем уйти от макевары. Они лишь определяются тем, что конечники положения, у нас же снова будет какое? То есть, когда передняя нога по срезу макевары будет. Значит, если мы... А подшагивание чем отличается? Когда мы заднюю ногу двигаем в сторону передней, и передней потом делаем выпад. Значит, есть два типа подшагивания и зашагивания. При зашагивании мы за ногу зашагиваем дальше, при подшагивании мы не доходим или доходим до ноги. Поэтому получается, что наше расстояние не может быть больше, то есть переднюю ногу мы не можем это поставить дальше, чем на полную стойку длину. Потому что, если мы поставим дальше, то нам понадобится зашагивание. Поэтому не больше, чем одна стойка. Тогда при максимальном типе подшагивания, когда мы ставим ногу к передней ноге у нас получается максимум. Ближе мы можем встать, потому что при подшагивании мы можем подшагнуть правой ногой и на чуть-чуть, и больше, и, разумеется, до самой ноги. Поэтому мы можем встать как на полную стойку на длину назад, так и на более, и так и на меньшее саморасстояние. Вот. И отсюда сделать тоже подшагивание. Только нам не надо будет уже шагать до ноги, можно будет подшагнуть только чуть-чуть. Вот и все. Это подшагивание. И пятый тип это зашагивание. При зашагивании мы можем встать как угодно далеко. В общем-то. У нас только лимитирует одно. Какой мы сможем сделать первый шаг правой ногой. Потому что при зашагивании мы правой ногой, которая сзади находится, делаем как бы шаг. Шаг. И потом с этого шага мы делаем выпад передней ногой. Вот. Нас лимитирует, по сути, только вот этот шаг с задней ноги. Сколько мы его шагнем далеко, на такое большое расстояние может сделать выпад. Если мы немножко зашагнем, чуть-чуть, выпад покороче будет. Встанем дальше и дальше шагнем. Выпад будет длиннее. Вот и все. Только единственное, что шаг у нас интересный такой. Он немножко не похож на то, как обычно люди ходят. Потому что люди как ходят? Они ну не как и находятся, конечно, правая рука, правая нога, вот так вот, да? Но тем не менее они ходят нормально, не разворачивая плечи. Здесь же мы, когда зашагивание делаем, мы если ставим положение ханми, то есть и бедра, и плечи у нас находятся под 45 градусов, то зашагивая правой ногой мы плечи так и сохраняем под 45 градусов. Поэтому длинный шаг не получится сделать, потому что мы именно на перекрест идем через керсодачи. Вот это положение называется керсодачи. То есть, когда мы заднюю ногу не разворачиваем, она как смотрит вперед, так и смотрит. И только правая нога вперед идет зашагиваясь вот таким вот образом, на перекрест. И дальше мы делаем выпад. Потому что какой выпад по длине получится, смотри, он может быть и коротким, и длинным, как угодно. Поэтому нивелируя и оперируя различными типами подлиния зашагивания и различной длиной выпада мы можем попасть с любого расстояния в то положение, которое нам нужно в конце. Вот отсюда и берется динамика в поединке. То есть, нет привязки такой, что вот с такого вот расстояния вот один метр пять сантиметров я могу попасть, а с другого я уже не могу. Нет. Никто нам не нарисовал дощечку вот эту вот, с которой прыгает прыгун. Мы с любого расстояния можем попасть туда, куда нам надо. Суть, знаешь, какая получается? Мы не подавляемся сам прыгуну, который прыгает в яму с дощечки. Мы можем прыгнуть с любого расстояния. Наша задача попасть на дощечку какую-то. В яме нарисована линия и мы до нее должны допрыгнуть. Если мы близко стоим, мы чуть-чуть прыгаем. Стоим далеко, прыгаем сильнее. То есть, все наоборот. Не с какого-то места, а в какое-то место мы должны попасть, а с какого расстояния. У нас для этого есть несколько комбинаторий шагов. Все очень просто. Ну и учитывая то, что у нас еще есть один тип перемещения, это полный шаг. Полный шаг он размеряется с двух стоек. Это то конечное положение, куда мы должны попасть. Это вот одна стойка. Теперь мы на одну стойку смещаемся назад. Все. Вот мы делаем шаг. Все. Одна стойка. Все просто. Вопрос только в том, что нам не надо здесь, когда мы стоим вот там, вставать в такую же длинную стойку. Она может у нас быть и короткая. Вот такая. Вопрос только в том, что шаг мы делаем полноценный. Вот и все. Но если мы ближе стоим, мы можем и покороче шаг сделать. Или, Саня, не дочи попасть на шаги. Вопрос только в том, что мы полностью переносим ногу. То есть делаем обычный шаг. Вот вся и как бы тема. Ну что, я думаю, что доходчиво, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова